Инвестиционный климат в регионе должен стать комфортнее. Такую задачу поставил губернатор Дмитрий Азаров. На заседании Совета по улучшению инвестиционного климата рассматривают пять приоритетных проектов. Это первое заседание после ослабления ограничений, вызванных распространением коронавирусной инфекции. Один из предлагаемых проектов – строительство многофункционального конгресс-центра и концертного зала на 3,5 тысячи мест в Самаре. Создастся одна из визитных карточек города, появление первого в Самаре центра, организация концертов, выставочных и бизнес-мероприятий международного уровня, привлечение массового туристического потока в регион, интеграция мировой инвест в пространство и создание до 200 рабочих мест. Среди одобренных инициатив также строительство завода по производству металлических дверей и предложения в области переработки нефти. В общей сложности новые производства дадут региону полторы тысячи рабочих мест. С каждым инвестором региональное правительство подпишет соглашение. В нем будут указаны в том числе и меры государственной поддержки. По словам губернатора Дмитрия Зарова, у региона есть все возможности, чтобы справиться со спадом в экономике, который произошел в период пандемии. По итогам прошедшего года Самарская область стала лидером в реализации проектов государственно-частного партнерства. Уже действует несколько индустриальных парков и территорий опережающего развития. Общий объем вложений – более полусотни миллиардов рублей. В рейтинге регионов России по уровню развития ГЧП за прошлый год Самарская область заняла первое место. Это, конечно, очень серьезное достижение. Нам его нужно сохранять, удерживать эти лидерские позиции. Конечно, это требует от нас принятия очень вдумчивых, опережающих решений для того, чтобы в дальнейшем частные партнеры реализовывали наши совместные намерения на территории региона. При этом речь идет о поддержке не только крупных компаний. Особое внимание уделяется развитию малого и среднего бизнеса. Помимо налоговых льгот в регионе открылись многофункциональные центры «Мой бизнес». Они предоставляют новые сервисы для поддержания постоянного диалога с бизнес-сообществом. Также при Совете по инвестициям создали специальную рабочую группу, которая займется вопросами излишнего контроля, административного давления и тарифной политики. Лариса Шлафаст, События.